Всем привет! С вами снова я, Настя. Сегодняшнее видео будет неким обзором на корейскую косметику, которую я купила от бренда Тони Молли. Данную косметику вы можете купить в магазине сети Подружка. Сейчас там очень большой выбор. Единственное, что очень быстро раскупают данные средства и иногда их трудно найти. Допустим, масочку я ждала, точнее, крем для лица я ждала, наверное, в течение недели, потому что все очень быстро раскупили и найти просто было невозможно. Также, так как я много пользовалась такими, знаете, яичками от Тони Молли, картинка где-то тут, наверное, вверху, к сожалению, у меня они закончились и показать их я не смогу. Итак, у меня были и серии именно яичек, это... сейчас было смешно, да? У меня были Тони Молли и это масло-гель. Оно было желтовато, прозрачно, желтыми вкраплениями, напоминало немного по лицу, я бы сказала. И на запах было, по-моему, слегка с медом ароматом. Точно, я уже не могу вам сказать, потому что я не пользуюсь, наверное, данным продуктом уже месяца полтора-два точно. Вот, также у меня был праймер. Единственное, что после того, как вы его нанесли, не советую наносить крема, потому что смазывается. Фуф! Из того, что у меня закончился, чего у меня нету. Также у меня были масочки от Тони Молли. Мне очень понравились фруктовые масочки. Картиночки вывезли здесь. Данные маски там клубничные. Киви я подарила подруге, еще не знаю, как она. Либо клубника, то ли земляника. Короче, мне очень понравилось. Там, в принципе, в одной такой маленькой баночке дозатор, скажем так. Ой, ну, мне бы хватило, наверное, раза на два, потому что для меня было слишком много, мне даже оставалось немного. Маски я делала два раза в неделю. Вот, по запаху очень приятно. Охота была даже скушать. Также, помимо этого, я использовала другие маски, именно которые на лицо. У меня просто после масок очень жирнится кожа. Ну, как это объяснить? Знаете, вот вы нанесли маску, не крем-маску, а именно вот эти масочки, которые такие тканевые. У меня после них, вот я подержу минуту, наверное, 15, 15, 20, 30. Там просто в зависимости от указанного времени. Кстати, обращайте внимание именно на упаковку Тони Молли. Там, потому что на русском языке иногда указывают не совсем то время, нежели на основном упаковочке. Именно уже на корейском и на английском написано. Получилось так, то, что я наношу маску, снимаю, допустим, через полчаса, и у меня такое чувство, как будто, не знаю, у меня все лицо засалено. Короче, очень неприятно, очень липко. Данное, ну, скажем, чувство не проходит. Приходится спустя, наверное, полчаса умываться, потому что просто невозможно это терпеть. Поэтому маски я вообще такие не люблю, и сейчас вообще прекратила мне пользоваться, потому что, кстати, от них у меня появляется иногда высыпание. Также я пользовалась специальными стикерами, также тут картинка. Это, скажем так, такие специальные генгелевые масочки, их прикладываете. У меня, допустим, здесь щечки очень выражены, да, вот эта часть носогубная какая-то там. Короче, сюда прикладываешь и держишь, по-моему, минут 15-20. Очень хорошо помогает разглаживать, немного выравнивает, подтягивает даже, я бы сказала. Но, к сожалению, не часто пользоваться такой маской нельзя, если вам прям очень нужно куда-то на фотосессию, либо на очень важную встречу, очень легко использовать. Ну, раз в неделю, кстати, можно, но не каждый день. Также я использовала Тони Молли губки, скажем так. Это масочка для губ, для того, чтобы сделать их более увлажненными, питательными, выровнять их. Так, прикольная штука, единственное, что размер вот этих губ очень большой для моих, допустим, губ. И для тех, у кого они сами себе не такие непуховые. Вот, могу сказать так, оно выравнивает, делают ворхотистыми. Вот, пользовалась я один раз, ну, пока просто не видела смысла покупать еще раз, потому что у меня часто, ну, сползает кожица, и я просто скрабирую ее, и все. Также сейчас я использую для ухода за лицом несколько видов пенок. Это две пенки от Тони Молли. Одна пеночка апельсиновая, и она я использую обычно утром, когда встаю, я умываюсь ей. Здесь с Тони Молли пенка для умывания с экстратом лимона. Clean New Lemon Foam Cleanser. Пенку использую совсем чуть-чуть, потому что она очень хорошо пенится. И также пенка для умывания у меня с алоэ вера. Это пенка для умывания с экстратом алоэ. Clean New Lemon Foam Cleanser. Короче, эти штуки очень классные. Но, единственный минус. Если у вас сухая кожа, вам придется после нее, после этих пенок, очень сильно увлажнять вашу кожу кремом ночным питательным. Поэтому для людей с сухой кожей я бы, ну, конечно, не стала прям так рекомендовать. Пользуйтесь с осторожностью хорошо, потому что она реально стягивает кожу. У меня не жирна кожа, у меня комбинированная. И иногда я ее пересушиваю, как я понимаю. И из-за этого, знаете, ну, как раз жарниться начинает. Особенно летом, это самое ужасное. Так, сейчас я покажу вам текстурки. Вам нужно растереть ее в ладошках с помощью воды. Добавляйте немного воды, и у вас она пенится. Вот. Вот такого количества хватает на все лицо. Также нужно... Почему я делаю так? Я наношу сначала на ручку. После этого я добавляю воды чуть-чуть. И начинаю растирать. Ну, как мы, вы знаете. И после этого только я начинаю растирать на лицо. Потому что, ну, они даже рекомендуют... Ну, здесь, по крайней мере, написано так. Нужно наносить либо на ручку, либо наносите на спонжики. Корейцы, потому что не специальные спонжи для, скажем, спенивания, именно гелей всяких. И еще одно. Вот эти штуки, ну, не знаю, мне кажется, как бы... Ну, апельсиновая, она мне более умеет не посушить. Алоэ веру я использую на ночь, потому что она более такая... У алоэ веры вообще лечебные свойства. Единственное, я вот немного не поняла. То ли это алоэ у меня немножко... У нас и высыпание стало появляться. То ли это просто из-за того, что кушать не начинает давлять на еды. Штучки приятные. Вот это лимон. Вообще, кстати, не то, что лимон. Но пахнет... Напавлен лимоном, напавлен апельсином. Вот очень тяжело выбрать определенный такой запах. А алоэ вера... Ну, травкой пахнет. Алоэ вера на алоэ вера. Так что ничего такого особенного здесь нету. Использую каждый день, утром, вечером. После того, как я умываю спинкой, я использую крем для лица. Крем для лица... И почему я сейчас перестала пользоваться всякими там... Невьи и так далее. Потому что они слишком жирные. Очень жирные. Вот. А данная масочка, Тони Молли, это яблочко, как вы видите. Здесь сразу внутри есть маленькая такая ложечка прозрачненькая. Вот. Пахнет это, знаете, даже... Ну, нет, не совсем яблоком. Просто это в маску входит экстракт яблока, меда. Ну, не могу сказать, что это прям такое насыщенное прям яблочко. Напоминаю, знаете, зеленый, такой потертый уже. Буду показывать им аккуратно, потому что данная маска, как бы... Ой, фу. Данный крем, он очень густой прям. Вот. Так. Видите, его здесь очень много. Я наношу вообще капельку просто на лицо. Вам покажу так. Я беру вот это, вот это щепотки, хватает на все лицо. Просто он настолько прям, ну, как объяснить... Короче, он настолько питательный и прям масляный, что его хватает на все личико, в принципе, могу растереть по коже. Знаете, когда намазываешь, допустим, ну, обычные крема, всякие даф, невея... Даф. Короче, невеский, допустим. У вас сразу такое ощущение, ну, как будто у вас на коже что-то жирное. Здесь же, допустим, я вот использую данную крем, и он такой, не знаете, не то, что я прям чувствую, что он питает, нет. Он создает эффект вот этого ощущения, как после маски вот этих, которые я вам говорила. Когда-то на ночь, как будто что-то на лице немножко слегка стягивает, но при этом оно питает. Потому что я наношу эту маску либо с утра, ну, когда мне выходной день, и мне не нужно там сразу куда-то идти. Потому что этому крему нужно время для того, чтобы он впитался хорошо. Ну, допустим, чтобы когда вот вы наносите базу под тональный крем, либо просто сразу кто-то тональный крем наносит, чтобы у вас не было вот этих скатушков, не скатывалось ничего. Вот, поэтому я даю время впитаться. Даю впитаться данному крему, и уже после этого только я наношу косметику. Чаще я же оставляю, допустим, если я не каждый день пользуюсь данным кремом для лица, я его использую по вечерам. Перед тем, как лечь спать, после того, как я умылась алой верой пенкой, я наношу данный крем. Потому что под утро, на самом деле, нормально все впитывается, без всяких проблем. Кожа становится очень мягкой. Ну, знаете, бывает такое, кто был в Таиланде, ну, если, конечно, вы были, я не для всех, правда, так. Кто был в Таиланде, если вы ходили на процедуры чистки лица, то вы знаете это чувство, когда ты гладишь свое лицо после данной процедуры, а у тебя как попка-молоденца. Вот там, где мне, конечно, нет неровности, скажем так, эти участки очень мягкие, очень гладкие, очень приятные. Вот, поэтому данный крем я бы порекомендовала. Но, если у вас прям очень сухая кожа, аккуратнее пользуйтесь данным средством, лучше оставляйте его на ночь. А помимо этого, пользуйтесь еще какими-нибудь питательными кремами. Так как я не косметолог, я не могу вам рекомендовать что-то прям такое суперспасающее, потому что вы сами как понимаете, ну, все идеально. Вот. Следующий продукт, который я использую, это прям что-то с чем-то. Это крем для рук. Он в виде апельсинки. Есть такой же персиковый и, по-моему, яблочный. Я точно... ну, короче, их три вида, по-моему, было. Подруге я подарила персиковый. Персиковый мне очень нравится, он тоже вкусно пахнет, но апельсин лично мне понравился больше, потому что он просто невероятно пахнет апельсином. Вот, если вы хотите... ну, видите, здесь сразу идет специальная крышечка тоненькая. Ой-ой-ой. Как бы сказали армяне, вай-ой-ой-ой-ой. Аккуратно тоненькую крючку убираем. Видите, крем, в принципе, здесь было, ну, примерно досюда. Вот так вот. В итоге, короче, я использовала уже, наверное, приличное количество крема. Я боюсь, мне его надолго не хватит, потому что он просто невыносимо пахнет апельсином, цитрусом. И мне прям очень часто хочется пользоваться этим кремом. Помимо того, что он еще вкусно пахнет, он очень хорошо увлажняет кожу рук. Так как вы знаете, что у меня есть собака, я хожу не с, знаете, таким поводком, который на кнопку наживаешь, он сразу подтягивает. Нет, у меня обычный, знаете, зеленый такие, для такой кобылинки поводок. И он очень сильно трет руки. Особенно в области там, где кольца, потому что здесь кожа станции более такая грубая, образуются вот мозоли. К счастью, за счет крема я периодически восстанавливаю, скажем так, свои ручки. Но от мозоли, к сожалению, ничего не спасет, если вы все время, конечно, там пользуетесь, допустим, тем же самим поводками. Но для увлажнения кожи пальчиков, допустим, и тыльной стороны, стороны ладошки, то ли для самой ладошки, очень помогает. Там, где колечки, нужно, конечно, чаще пользоваться увлажнителем. И данный крем я наношу, скажем так, я пользуюсь вот этим, скажем так, количеством, вот, два пальца. Почему? Потому что он просто безумно вкусно пахнет, и очень тяжело удержаться от того, чтобы нанести как можно больше его. Я рекомендую наносить, ну, не так прям много, конечно, вы можете поменьше, чем я. Просто я люблю, когда руки мягенькие, гладенькие. Вот, и данное средство, оно подходит, в принципе, для, мне кажется, каждой кожи, у кого, конечно, нет аллергии на цитрусовые, потому что это ведет экстракт апельсина всяких, и, ну, не рекомендую тем, у кого именно аллергия. Вот, для этого есть альтернатива, это персиковый крем для рук, и, по-моему, яблочный, если я не ошибаюсь. Я просто точно уже не могу так вспомнить. Вот, а руки пахнут просто безумно, хочется, правда, пальцы в рот засунуть. Кремом пользуюсь я 2-3 раза в день, утром в обед и вечером, потому что гуляю с собакой 3 раза в день, иногда, конечно, что почаще, иногда порежу, в зависимости от обстоятельств. Но 3 раза в день я стандартно хожу с этим поводком, дергаю его, и у меня ручки страдают от этого, поэтому могу сказать точно, именно в сами пальчики очень гладенькие, прям, знаете, у младенцев, у некоторых людей, допустим, у моей знакомой, у него пальцы, правда, вот, как попа младенца, такие же гладкие и мягкие. И вот сейчас, когда я пользуюсь данным кремом, у меня такие же становятся. Очень приятно себя трогать. А представляете, как приятно кому-либо там из ваших возлюбленных, ну, либо просто друзей там случайно тронулся, вот тебе приятный контакт. Рекомендую данный крем, он мне очень нравится, пробуйте также персиковый, вот, не знаю, насколько сильно прям он увлажняет, но если у них точно такой же состав, то почему бы и нет. Я бы взяла бы все три, и тремя бы пользовалась утром апельсиновым, допустим, у обед персиком, и на ужин там яблочный. Ой-ой-ой, машинки, машинки ездят, все. Сегодня я просто немного в ударе, поэтому я снимаю сразу, опять же, видео сразу в один день, просто я выкладываю вам, стараюсь не каждый прям день, а через день, либо там, последовательности, потому что некоторые либо не успевают смотреть, либо наоборот, кому-то, ну, слишком много информации, надоедай я. Вот, следующее, что я использую, это попочка персика, как говорит у меня подружка, потому что он немного напоминает такую попку. Вот, это, примерно, такая же, кстати, упаковка, ну, только больше, это крем для рук есть, а это бальзам для губ. Он очень приятно пахнет, пахнет персиком просто безумно вкусно, он соблазнительный, текстура такая елевая, он питательный, я наношу его утром два раза, ну, допустим, нанесла, впиталась, потом еще чуть-чуть нанесла, и перед сном, потому что, когда я ложу спать, я, скажем так, мажу так, обильненькой губы данным бальзамчиком, и утром встаю, губы очень мягенькие, очень приятно, если у вас часто трескаются губы, либо просто сухие, рекомендую использовать. Также очень приятно, вкусно пахнет, на вкус, по-моему, тоже, ну, сладенький немного, ну, кто облизывает губы, по крайней мере, часто. Вот, приятная штучка, есть такой же еще сливовый, есть в виде губок, очень много, по-моему, там четыре, либо пять вариантов гигиеничек, каждый может найти себе эту, которую мне больше нравится. Я взяла персик, потому что мне очень понравился запах, либо, я не помню, в тот момент просто было очень мало косметики, и первое, что я взяла от Тони Молли, это было вот как раз данный, скажем так, блеск гигиеничка. Так как мы пришли уже к губам, сразу вам хочу показать одну штучку, просто я не уверена, что это Тони, да, это не Тони Молли, но это тоже корейская, ну, скажем так, косметика, вот, она, по крайней мере, была очень популярна в Корее, можно было, кстати, тоже таки наблюдать. Данный блеск, это не Тони Молли, но все же я, скажем так, он в милой форме, это вишенки, там есть большая серия, их, по-моему, штук 10, наверное, здесь, допустим, ну, она улыбается, есть там, где она смущается. Очень миленькие, приятные упаковочки, текстурка, знаете, ну, я бы такой блеск купила, наверное, ребенку, ну, да, я ребенок купила сама себе. Пахнет очень сладко, очень приятно, по текстуре он такой гелевый, но на вкус он не настолько классный, поэтому данное средство я использую иногда, чисто если нужно нанести какой-то блеск, ходить в магазин, но чтобы губы не выглядели, скажем так, пусто, просто слегка наношу и подходит. Но по вкусу не очень, поэтому часто использую, допустим, я такое бы не стала рекомендовать, но в виде подарочек, какого-то символического, допустим, маленькой девочки, которые там до 10, я не знаю, там, до 6, просто дети в разное возрасте сейчас уже интересуются косметикой и всем остальным, я рекомендую как подарочек можно такой использовать. Во-первых, он не сильно красит губы, также при этом приятно пахнет, ну, и опять же, мило походим. Следуя уже, опять же, тематике губ, я купила такой тинт, это Тони Молли Делайт Тинт Крэйон Неон, данный тинт очень прикольный, он в виде карандашика, он в виде карандашика сделан, красит, в принципе, хорошо, но, если вам видно, здесь он показывает, как розовый такой, блеклый, вот, но на моих губах у меня очень сильная пигментация, то бишь, у меня темные, сами губы по себе темненькие, поэтому у меня красные помады, розовые, они в основном выглядят более темнее, насыщенно, и иногда даже кажется, что у меня как будто есть какой-то карандаш, контур, но я этим не пользуюсь, потому что, ну, понимаете, и так губы темные, куда еще там, вот. Вот, использую я его не так часто, потому что красные губы не на каждый день, но иногда, допустим, мне нравится, когда делаешь акцент не на глазах, а именно на губах, он очень приятно пахнет, да, пахнет земляникой, который очень хорошо ложится, вот, вот, также остается, допустим, в течение часа, если ничего не есть, но если кушать, то быстро смазывается. И последняя вещь, которую я купила, это тоже тинт, это Кетчу Винг, тоже тони тинт, он красный, он прям такой, знаете, насыщенный, сейчас покажу, у меня на губах сейчас он есть, я его наношу в мягкую часть губы, скажем так, вовнутрь, и просто растушевываю. Из-за того, что тинт находится у меня здесь и внутри, он создает такое, знаете, бэви липс, я бы назвала бы, очень популярно в Корее, они используют специально вот тинт вовнутрь, и потом уже более светлыми тонами именно закрашивают сами губы. У меня примерно сейчас точно так же, у меня очень выделяется внутренняя часть, скажем так, да, и губы кажутся больше, по крайней мере, нижняя губа, чем она есть. Есть таких три тона, я два остальных не стала брать, просто для эксперимента взяла более-менее такой подходящий мне. Я их часто использую, этот тинт вместе с красным тинтом, но так как тот часто смазывается, то у меня остается хотя бы этот тинт, он, причем, кстати, стойкий, если нанести его на руку, то потом фиг его ототрешь. Этим не нравится. Долго, качественно, и стоит он в районе 300 рублей. Цены на данную продукцию вы увидите внизу, вместе с названием, так что, если вам что-то понравилось, заходите в магазин «Подружка», покупайте там, потому что я покупаю Тони Молли именно там. В принципе, недорого, более-менее относительно им, ну, не знаю, мне нравится пока что. К тому же, корейской косметики не так много, но есть косметика Тони Молли, которая стоит от 800 тысяч и выше. Ну, это уже кому как, да, у каждого свои расходы. Итак, надеюсь, вам понравилось мое видео, надеюсь, вам понравилась моя косметика. Попробуйте, оставляйте свои отзывы также под хэштегом «Сюджина…», как бы сделать-то? Вот я не знаю, «Сюджина фан», наверное, сделаем, или «Фэн». Ну, посмотрим, я просто потом укажу вам хэштег, отмечайте меня, делайте хэштег, отмечайте меня, добавляйте ко мне в Инстаграм, потому что у меня, к сожалению, не закрытый профиль. Вот, также я надеюсь, что я смогу провести какую-то корейскую косметику уже из Теланда и показать вам еще. Если вам понравилось это видео, ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, буду рада увидеть ваши комментарии, потому что мне очень приятно, когда вы оставляете свое мнение о том, что я делаю, нравится вам он-то или нет, ваши какие-то рекомендации, потому что все это делается не только для меня, но и для вас, чтобы вам было весело и интересно. Спасибо за внимание, всех люблю, всех целую.